Всем привет! С вами Кирилл Бурдаков и я Дмитрий Симонов, журналисты Спортэкспресса. По традиции мы в течение каждой недели даем наши прогнозы и делаем ставки на самые яркие, интересные, актуальные матчи как чемпионата России, так и других турниров. Сегодня мы обсудим две игры. Это главный матч ближайшего тура чемпионата России и главный матч ближайшего тура английской премьер-лиги. Начнем с российской игры. Очень интересный поединок. Краснодар-Локомотив. Встречаются команды, которые в прошлом сезоне до конца боролись за место в Лиге чемпионов. В итоге Локомотив опередил краснодарцев. Кирилл, как ты думаешь, что ждать от этой встречи? От этой встречи в первую очередь я жду довольно результативного футбола. Не ничейного результата, поскольку из 16 матчей, которые провели команды между собой, только один закончился в ничью. Это было лет 5 назад. Во всех остальных играх забивалось даже более одного гола, как правило. Чаще всего все-таки 2-1. Самый популярный в этой паре. 7 или 8 матчей завершились таковым. И если говорить о ставках, то нужно, конечно, вспоминать, что Локомотив, во-первых, подходит в хорошем настроении, потому что имеет прекрасную победную серию из трех матчей в шести турах. Это хорошая серия. Отстает всего на очко от лидера чемпионата. Во-вторых, Локомотив отдыхал всю неделю, в то время как Краснодар проводил, наверное, один из худших своих матчей в современной истории точно. Краснодара будет очень мало времени на отдых после вот этого вот перейского чуда, в кавычках, для нас. Поэтому явный фаворит этой игры для меня лично Локомотив. И если говорить о Экспрессе, который мы можем советовать, то здесь два варианта. Я бы все-таки предложил более надежный 1.45, Локомотив не проиграет. Это очень неплохие цифры для Экспресса. Но можно даже ставить за 2.65 победу Локомотива. Вот мои предложения для Экспресса, но я все-таки, наверное, остановился бы на двойном шансе мало ли. Потому что Локомотив в этом сезоне, несмотря на прекрасную атаку, имеет некоторые проблемы в обороне. Только один раз за шесть туров Лока не пропустил. Другое дело, больше одного раза не пропустил ни в одной из встреч. Но, тем не менее, пропускает постоянно. А Краснодар, наоборот, очень хорошо играет в защите на своем поле. Сухая серия в чемпионате домашних матчей. Краснодара уже 360 минут с того самого гола Дзюба в том самом матче, наверное, последней пятилетки, если не больше, который завершился с победой Зенита 3-2. Поэтому я думаю, что голы будут и в те, и в другие ворота, но не в большом количестве. Поэтому моя личная ставка на этот матч довольно оригинальная. Но, во всяком случае, мне не доводилось никогда ставить подобное. Это в матче будет забито 2 или 3 гола за 1.95. Ну, на самом деле, это тот случай, когда я во всем с тобой согласен. То есть я поддержу все твои ставки. Тоже считаю, что Локомотив выйдет победителем из этой встречи. Я думаю, что сейчас очень низким является ментальное состояние Краснодара. По понятным причинам не нужно ничего лишнего объяснять. Плюс есть еще объективные кадровые проблемы. Это, во-первых, отсутствие Мартыновича. Я не знаю, успеет ли он поправиться или нет к этому поединку. Но навряд ли. То есть отсутствует ведущий центральный защитник. И отсутствует Кобела. Это ведущий легионер. Человек, от которого очень много зависит середина поля. Плюс мы видим, что далеко не в лучшей форме находятся Рамирос, Камболов. Есть сложности в атаке. В общем, я делаю ставку в данном случае на победу Локомотива. Тем более, что на это букмекер дает очень хороший коэффициент. Следующая игра, которую мы обсудим. Вторая игра. Это матч английской премьер-лиги. Ливерпуль-Арсенал. Практически каждую неделю, даже получается два раза в неделю, мы видим топ-матч англичан. Был матч уже, это уже третья супер-игра с участием Ливерпуля. Были игры Манчестер-Сити-Ливерпуль, Ливерпуль-Челси. Оба матча завершились в основное время в ничью. Ни одну из этих встреч не выиграл Ливерпуль. Ливерпуль, тем не менее, в одном случае я завершил взятием трофея Суперкубка Европы. Ливерпуль-Арсенал. Кирилл, что ты думаешь по поводу этого матча? Мы уже в первом пилотном нашем выпуске обсуждали матч Ливерпуль-Челси как раз за Суперкубок Европы. И говорили, что игра, ну, во всяком случае, с моей точки зрения, она все-таки товарищеская. И полностью все свои карты на стол в этих играх, конечно, ни Клоп, ни Лэмпорт не выкладывали. Так же, как не выкладывалось на полную в матче за Суперкубок Англии. Трофей, конечно, трофей, но ради него форсировать подготовку, тем более перед столь сложным сезоном, думаю, ни один тренер не будет. Сейчас же, вот он, начался настоящий, настоящий уже английский чемпионат. Вся красота в деле. Как это неудивительно, всего два лидера после двух туров, имеющие стопроцентные результаты, они как раз сыграют на Энфилде в эту субботу. Собственно, Ливерпуль и Арсенал. Обе команды здорово сыграли в атаке, в особенности Ливерпуль. В чем, собственно, сомнений никаких, думаю, не было и перед началом сезона. Но ливерпульцы имеют большие проблемы в обороне. Связаны они в первую очередь с травмой голкипера Алисона, за счет которого во многом в прошлом году Ливерпуль был столь хорош сзади. И некоторой неуверенностью его сменщика Адриана. Это дает некоторый шанс Арсеналу, который, наоборот, в атаке создает не так много в первых турах, да и соперники были при всем уважении. Не самые звездные Ньюкасл и Бернли. Это команды, которым, дай бог, сохранить место в премьер-лиге. Тем не менее, у Арсенала есть высококлассные форварды, которые могут реализовать свой один-два момента, которые для них будут созданы. Что Абамьянг, что Ликазет. Поэтому я уверен, что Арсенал забьет. Соответственно, для Экспресса я рекомендую ставку «Обе забьют» за 1.55. Если же брать уже то, где можно ухватиться посильнее, так сказать, за денежный куш, то нужно вспомнить последние матчи этих команд. Там всегда забивалось много. Последняя нулевая ничья была 4 года назад, в августе 2015 года. А в последний раз Арсенал побеждал на Энфилде в малорезультативном матче. Это было 7 лет назад. И там было очень много имен, которые сейчас многие не вспомнят. Последние же встречи завершались 5-1, 4-0, 3-1, 3-3. И это матчи в Ливерпуле. И я довольно рискованную ставку здесь сделаю. Тотал больше полутора в первом тайме за 2-10. То есть я думаю, что команды пойдут в атаку с самого старта. И пару мячей мы увидим уже до перерыва. Второй тайм может быть еще результативней. Ну а я со своей стороны предположу, что Ливерпуль, как и в предыдущих домашних встречах, уверенно переиграет Арсенал. Арсенал доставляет трудности Ливерпулю в основном, когда играет дома. На выезде все гораздо хуже у канониров. Я предложу сделать ставку на победу Ливерпуля с форой минус полтора. То есть это говорит о том, что Ливерпуль одержит победу с разницей не менее чем в 2 мяча. Это вполне реалистично. В прошлый раз, по-моему, вообще 5-1 был счет. То есть разница была вообще 4 мяча. Здесь я еще так немножечко принизил. Мне кажется, Ливерпулю уже пора, скажем так, мускулами потрясти. Да, безусловно, я тоже практически не сомневаюсь, что Ливерпуль пропустит из-за слабости вратаря. Но атакующая группа настолько мощная у красных, что они, конечно, должны добиться своего. Победа Ливерпуля с разницей не меньше двух мячей хорошо оценивается. По-моему, 2-25. Поэтому я бы выбрал вот такой вариант. Таковы наши прогнозы на два ближайших суперматча. Смотрите YouTube.se, подписывайтесь на наш канал, следите за нашими прогнозами. Но помните, что решение, какой сделать прогноз, какой сделать ставку, принимайте вы. Можете нас слушать, а можете делать абсолютно наоборот. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова